У нас и вправду внешнеполитическая правосубъектность Украины, она в значительной степени отдана в ведение Североатлантического Альянса, коллективного Запада во главе с США. Но у нас никак не хотят понять, и вот у нас в книге как раз это прописано очень четко, что вот весь этот комплекс, сложный комплекс межгосударственных отношений между Киевом и Вашингтоном, это всегда было, отношения Киева и Вашингтона всегда были всего лишь проекции с отношений Вашингтона и Москвы. Всегда существует прямая зависимость отношений Украины и США от модели развития отношений Москвы и Вашингтона. Более того, любая капитализация успеха для Соединенных Штатов Америки на нашем поле, на украинском поле, она возможна лишь через продвижение данного успеха, логическое завершение на русском поле. То есть на поле, на модели развития отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америками. То есть всегда существует такая вот прямая взаимозависимость, и эта взаимозависимость будет еще существовать очень долго. И если мы говорим даже о специалистах, как раз вопрос по нашей книге, просто специалисты сейчас Соединенных Штатов Америки, которые работают по украинскому вопросу. Это, например, Фиона Хилл, которая в значительной степени сможет заменить нашу незабвенную Викторию Нуланда, о которой все мы скучаем. Сейчас вспоминаем ее и скучаем по той светлой эре обамовской эпохи, такого золотого века, как золотой век императрицы Екатерины Великой практически. Для нашей банковой точно, по крайней мере. По хлебобулочным изделиям. Эпоха хлебобулочных изделий. Это правда, это правда. И если говорить, вот Фиона Хилл, представитель института Брокинса, важного мозгового центра, она профессиональный специалист по России. У нее и книга была по Путину как раз написанная. При том, что книга одиозная. Критичная? Критичная, критичная, да. Но при этом ее относят обычно к кругу реалистов. Насколько можно судить о реалистах в институте Брокинса, который управляется как раз господином Пайпером. Стивен Пайпер является весьма личностью, тоже весьма одиозной. Но, если мы говорим вот о подборе специалистов, это интересно, что в кадровой политике данная тенденция лишь усиливается. Вопросы по Украине весьма вероятно будут решить профессиональные спецы по Российской Федерации. По нашему общему пространству, которое закреплено все-таки в данном случае за Россию. Ну, подождите, что вас удивляет в этом? В понимании США. Ну, что вас удивляет в этом? Это же, может быть, даже и нормально, потому что для того, чтобы... Почему? Есть вариант, чтобы специалисты по Восточной Европе занимались Украиной. Есть альтернатива. Относят к другому региону. Но мы же не воюем со странами Восточной Европе. Это не влияет. Это, наоборот, было бы признаком как раз того, что существует определенная поддержка в регион, в регион, например. Ну, потому что никогда британцы, американцы не будут видеть данное государство или Белоруссию в составе Восточной Европы, например, с Польшей. Но если вот как раз приведено у нас высказывание Киссинджера. Киссинджер говорит о том, что всегда для американцев, это мнение Киссинджера, должно оставаться понимание того, что Украина – это особое государство. Оно никогда не будет иностранным государством для Москвы и Российской Федерации. И вопрос этот закреплен достаточно сильно в среде интеллектуальной элиты. Другое дело, как они работают по Украине. Но мировосприятие у них всегда такое. И снова же просто Джон Хеферн, который сейчас по линии Тилерсона, по линии Государственного департамента, фактически тоже одна из предполагаемых кандидатур на замену Виктории Нуланд. Да, ну вот несмотря на то, что Джо Байден вообще в ручном управлении мог управлять сыном Хантером Байденом у нас. У нас в каждой главе есть приложение в виде статьи из американской прессы. И вот к введению есть за несколько дней до президентских выборов, когда, ну понятно, Foreign Policy полностью был на стороне Клинтона и другого. Так вот очень характерная статья, что будет делать Украина без дядюшки Джо, ну без Джо Байдена. Имеется в виду. Ункл Джо? Да, имелось в виду, что она описывала ситуацию буквально на ручном управлении у Байдена украинскую. Это Foreign Policy, это же не какая-то желтая. Более чем авторитетная. Более чем авторитетная. И там она ставила вопрос, что предполагает, что победит Клинтон, что у нее нет равнозначной фигуры, ну или есть проблема с равнозначной фигурой, чтобы управлять Украиной в том же ручном режиме. Ну а фольклор Байден придет порядок на ВД. Да, да, да. Но что интересно, вот по формированию, собственно, повестки, таким образом, Джон Хеферн, да, в том числе, это Джон Хеферн уже человек, приближенный к фигуре господина Хербста, да, но не безразвестной фигуры, который как раз являлся у нас послом. Оранжевая революция, конечно, человек, который, то есть сейчас у нас представлены как раз и люди, отвечающие за 2004 год, и за 2013-2014, достаточно в ярком виде. У меня на Хербсте есть серьезный компромат. Да, он прихожанин русской православной церкви. Да? Да. Ну я... Подождите, он был, секундочку, он был прихожанином. Зарубежной русской православной церкви после объединения. Ну конечно, конечно, русская православная зарубежная церковь, она воссоединилась с русской православной церкви. Он участвовал в одном из подготовительных соборов в качестве этого мирян, ну как, он был участником вот собора со стороны мирян, которые готовили это объединение. В 2008 году, если не ошибаюсь, как раз это политлавр и на тот момент патриарх Алексий II воссоединение русского православия. Но... Я сейчас на статью написал, что Хербста на нем нет. Да, это очень правильно замечено. Но, что интересно, что формирование таким образом повестки, в том числе вот Джон Хансман, сейчас посол уже в Москве. Это бывший руководитель Атлантического совета. В Соединенных Штатах Америки в иерархии мозговых центров фактически Атлантический совет, Atlantic Council, CFR, совет по международным отношениям и трехсторонняя комиссия, это ведущие. Ну, институт Брукенса намного ниже по иерархии, но все-таки тоже влиятельная структура. Это ведущие в данном случае мозговые центры. И представлены как раз все специалисты сейчас по России, они, скорее всего, будут отвечать за наш вопрос. Потому что вот бывший глава Хансман, это глава Атлантического совета. Хансман связан с Хербстом. Хербст является учителем Джона Хафферна в значительной степени. Все эти аспекты, они весьма-весьма интересны и показательны. Бабка за детку, детка за репку, там еще жучка, внучка, мышка, там все так красиво. Ну, послушайте, но ведь последнее интервью, которое давал Владимир Путин, мы их много читали, там, в частности, ну, там даже для документального фильма. Не знаю, мы не читаем. Нет, нет, мы не читаем, конечно. А где вы их можете увидеть? Это запрещенные каналы, где вы их читаете? Нет, ну, это общеизвестные факты, это он Сноудену там все это рассказывал, это же все отлично. Это все интересно. Так, не пугайте меня Оливеру Стоуну. Ой, Стоуну, Стоуну, конечно. Что он ему рассказывал, да. Да, извините, да. Нет, на самом деле... Стоуну ему много чего рассказывал, звучит не выражающе. Нет, на самом деле нюансы там были очень интересные, потому что когда он заговорил о том, что это приведет к новой гонке вооружений, что Запад, вот, собственно, его провоцирует и так далее, и так далее, то здесь точно консенсуса не видно. И вот так как вы говорите, что вот там ребята, которые знаются на России, будут решать там судьбу Украины, тоже ж не так просто это звучит. А давайте я вам не говорю о том, просто посмотрите, не говорит о том, что они не отстаивают интересы всеми силами Соединенных Штатов Америки. Это специалисты американские по России, но они видят смысл в том, что они видят Украину для них комплексной частью, ну, скажите, общерусской в мозаике в старом понимании этого слова. Ну ладно, я посморю с этим. Любила, я вам очень просто скажу, что и условно говоря направление RealPolitik, там, Киссинджеровское, и такое более идеологическое, имперское, Бжезинские и Неолконы, они все сходились на одном. Почему все говорят об особости Украины, почему Бжезинский говорил, что Россия не может стать империей без Украины? Очень просто. От Харькова до Москвы, подлетное время, несколько минут. Если Украина вступает в НАТО и войска НАТО расположены, продвигаются границы российско-украинской, Россия практически беззащитна. То есть, любое продвижение Украины в НАТО, то есть, фактически являет, то есть, они понимают, что Россия, как империя, будет это воспринимать объявлением войны, сам этот процесс. Стратегически интересует безопасность. Потому что Россия может, когда уже там будут размещены ракеты, уже нечего делать. То же самое с Прибалтикой, а много я даже и в этой студии говорил, Прибалтику невозможно оборонять. Потому что очень узкая полоска, можно с Каспийского моря теми же калибрами. Но с нее можно только наступать или наносить удар по России. Поэтому можно сто раз рассказывать, что Прибалтика может предоставить для НАТО, как суверенное государство, любые войска. Может, только это будет воспринято как казус Беля, потому что есть Прибалтики, лету ракет и самолетов до Санкт-Петербурга и Москвы, опять же, несколько минут до нанесения удара. Разница в том, что Реалполитик говорит, давайте мы будем Украину использовать в качестве торга. А идеологи, неоконы говорят, через колено сломаем Россию. Но вот если мы в Украине закрепимся и разместим наши войска, систему ПРО, Россия будет беззащитна. В течение какого-то времени, вы же понимаете, перенести какие-то командные центры, столицу куда-то вглубь, на Урал. Ну, знаете, это Иосиф Виссарионович мог, так сказать, приказном порядке назначить Шверника и Косыдина, так сказать, этим управляться за несколько месяцев. Это задача сегодня невозможна. Поэтому можно рассуждать, что как суверенное государство Украина имеет право на все. Только вопрос в том, что опять же, как это будет восприниматься с разных сторон. Так же, как сегодня, более того, то, что Украина приняла закон, допустим, о том, что приоритет в НАТО, на Западе, если взять рефлексию, они прекрасно понимают позицию России. То есть, если, как бы, то есть Украина собирается стать передовым форпостом, на самом деле. А, так сказать, какая альтернатива в передовому форпосту? Поле боя. И Россия всегда будет показывать, что при любой попытке сделать из Украины форпост Запада, она будет превращать Украину в поле боя. НАТО будет молчать? Гудки? Нет. Нам очень важен ваш звонок? Каким вариантом? Нет, НАТО, послушайте, НАТО сдерживает Украину от этого вступления. Послушайте, вот, и опять же, это только наши политики могут думать, что Украина в НАТО укрепляет НАТО. Я могу сказать, Украина в НАТО ослабляет НАТО. Она пугает, она пугает сразу нескольких стран. Я вам хочу сказать, очень важный момент. У нас все говорят про то, про пятую статью Устава НАТО. Ну, да, как один за всех и все за другую. А теперь интимный вопрос. А как будет принято решение о том, агрессия это или нет? И особенно разделяться. Консенсусом всех стран. Если вы помните, по Грузии голоса разделятся. Я много раз говорил, почему многие на Западе крест на Саакашвили поставили. Потому что он фактически произвел моделирование действия пятой статьи. Да, никто не собирался за Грузию вступаться, потому что Грузия не членов. Ну, конечно. Но была проверка, все ли назовут это агрессией или не все. Мы помним, меньшинство назвало агрессией. Несколько стран сказало, что агрессором была Грузия. Остальные приняли формулировку по России «непропорциональное применение силы». Что такое непропорциональное? Значит, ответный удар был непропорциональным нанесенному. Вот какая была тогда... Я тебе наступил на ногу, ты мне снял голову. Опять же, я вам хочу сказать, что мы живем во взаимосвязанном мире. Да, Украина имеет право какое угодно решение принять. Но если это ответственный политик, они должны понимать последствия решений. Продолжение следует...